приветствую вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами мы чествуем собор святителей московских предстоятелей церкви русской которые составляют собой собор небесных святых да вообще конечно вот как небосвод украшен звездами усеян звездами да вот так москва церковь русская она украшена просто вот обилием святых и на этом небосводе особо сияют святители московские вот как мы чтим собор святых апостолов да благодаря миссионерской вот вообще просветительской духовной деятельности которые которых весь мир был украшен проповедью евангелия так мы у нас в пределах русской православной церкви чтим собор святителей московских но они как духовные столпы на которых зиждется храм церкви русской кстати раньше их праздник назывался праздником московских и вся россия чудотворцев представляете у нас даже предстоятели церкви они чудотворцы они действительно вершили чудеса будучи еще на земле да и когда перешли к небесному миру то тем более помогают нам и конечно да вот сразу вспоминается по свидетельству отца никиты лаврского монаха архимандрит никита пронин который несколько десятилетий вот он смиренно трудился в московской патриархии там проводил свои труды непосредственно наблюдал жизнь патриархов уже нашего времени да и вот он говорит о том как умирал патриарх алексей первый алексей первый семанский в 1970 году переходит в иной мир и вот в начале это такие очень ну прямо скажу такие вот сокровенные такие воспоминания мало где о них можно что-то узнать ну из личных уст вот этого недавно почившего отца никита тоже подвижник он наше времени мы узнаем что а в начале патриарху явились бесы и они пытались его устрашать а он им говорил отойдите я вас не боюсь то есть он обратился с молитвой ко господу он говорит что я готовился к смертному часу это общий удел всех людей вот бесы действительно отошли в сторону а потом стали ему являться архимандриты вот духовенство он называл их по имени то почившие духовенство благочестивые священнослужители и вот потом стали ему являться уже а святители московские и когда он назвал именно святители московских то именно в этот момент а душа его перешла в иной мир то есть его встретили предстоятели нашей церкви встретили святители и первосвятители которые возглавляли тоже церковь русскую в прежние времена и получается так что святители московские они покровители московского патриархата покровители церкви русской и и в прежние времена тоже мы можем вспомнить ну помните да вот это событие когда тамерлан с огромным войском все поглощающим всем уничтожающим вот этим войском шел да сметая все на своем пути буквально вот эти строили горы из черепов вот ну действительно как вот на картине апофеоз войны картина где горы вот этих черепов и тамерлан именно так и устраивал и что в итоге что значит молиться стали в божьей матери да и решили встретить икону владимирскую икону пресвятой богородицы и в это время все мы знаем это чудо когда является божья матерь тамерлан но что именно происходило а ведь оказывается ей предшествовали а в начале святители с жезлами которые шли да тоже вот как грозные такие небесные воины защитники святой руси защитники града москвы и они предшествовали пресвятой богородицы а потом является сама царица небесная как грозная такая жена который устрашает тамерлана и все на все планы его рухнули он ушел покинул пределы нашей страны ну в те времена там еще конечно это были первые святители такие вот которые могли ну и другие наверное святители тоже общецерковные но и конечно же там с божьей матерью были святитель петр да и святитель алексий и святитель фиагност митрополиты московские а собственно владимирскую икону встречал святитель киприан митрополит московский он еще жил на земле да но впоследствии ну уже вот в наше время он тоже включен собор святителей московских и получается так что одни на земле другие на небе но все совершают единое служение господу богу да и царица небесная она тоже вместе с ними а почему так да потому что град москва да вот москва это сердце россии а сердце москвы это кремль а сердце кремля это успенский собор собор посвященный божией матери потому что присвятая богородица она заступница града москвы заступница руси и святители московские они именно вот с нею царицы небесной защищают помогают и а кто собственно успенский собор построил это святитель петр митрополит ну сейчас мы скажем как их титул его звучал так вот святитель петр он первый из собора святителей московских а святитель петр он кстати святой с детства представьте себе он с 12 лет посвятил себя монашество в 12-летнем возрасте пришел в монастырь кстати родился он на волыне и кстати когда он стал митрополитом то титул его был митрополит киевский и всея руси потому что это все были единые земли никто не делился там на какие-то вот знаете такие ну прямо в противоречии друг другу народы вот это единый народ единая митрополия и именно святитель петр он благословил чтобы кафедра находилась именно в городе москве а благословил почему да потому что предшествующие вот эти завоевания монголо татар а еще в 1240 году киев был настолько разрушен что 200 дворов всего лишь осталось да из многотысячного такого города процветающего он превратился в какое-то ну еле-еле какое-то вот селение а на самом деле в 1299 году состоялось еще более разорительное нашествие хан тахта в 1299 году прошелся так по киеву что летописи говорят что весь народ разыдеся весь народ разошелся из киева и уже митрополит максим святитель максим тоже прославлен в лике святых он уже вынужден был искать где-то другое место и в начале в брянск а потом уже в город владимир переходит и поэтому конечно же это были такие вот суды божие это пути промысла божия по которому господь вел россию хотя титул по-прежнему даже когда святители московские находились москве титул их оставался митрополит киевский и всея руси потому что была единая страна и вот святитель петр который вел с детства святой образ жизни он кстати писал иконы божией матери и известна его петровская икона при святой богородице так она звучит еще написал икону в честь успения божией матери который как раз вот он преподнес в дар митрополиту максиму а потом потихоньку господь вот сам возводит святителя петра на кафедру митрополита причем там ведь было противоборство между тверью и москвой да и вот князь михаил тверской он направлял своего ставленника в константинополь игумена геронтия но когда тот ехал ему было видение и божья матерь сказала этому игумену геронтию что напрасно стараешься ибо не тебе достанется святительский сан а тому кто написал мой образ тому кто вот написал образ пресвятой богородицы а таковым являлся как раз игумен петр и он и был возведен действительно в сан святителя и константинопольский патриарх вручил ему святительский жезл и жезл митрополита петра до сих пор находится в успенском соборе кремля вот и святитель петр он действительно отдает предпочтение ну вот между противоборством москвы и твери на тот момент да он не михаилу тверскому а юрию московскому князю а юрий московский это это сын святого даниила московского и он же внук святого александра невского то есть город москва вот если так посмотреть он такой вот родословный духовно родословный корнями своими уходит к святым князьям к святым людям святым защитником нашего отечества и поэтому кому же еще должен был отдать предпочтение святитель петр как не граду утверждаемому святыми людьми к великому сожалению город киев стал подпадать под влияние а великой великого княжества литовского как она тогда называлась потом значит там вот польша стала возрастать речь посполитая и только в 17 веке киев уже вернулся то есть это очень такая сложная многострадальная история спаси и сохрани господь город киев вот а святитель петр он действительно благословляет град москву святитель петр он говорит ивану калите вот сам святитель уже был престарелым и вот значит когда уже там 1325 1326 года вот он обращаясь к ивану калите говорит что если ты успокоишь мою старость действует в граде москве да если ты построишь здесь храм богоматери то господь возвеличит твой род сделает его славнее всех других родов ну имеется ввиду московские вообще князья и мои кости останутся здесь и многие святители многие святители будут в дальнейшем в граде москве и москва будет побеждать всех своих врагов и вот именно это благословение святителя петра было исполнено иван калита прислушался он построил храм в честь успения божией матери и пока вот он строил как раз уже как раз вот святитель петр покидает земной мир и получается так что действительно вот святитель петр он очень любил божию матерь да и писал ее образ и был просил чтобы построен был храм в честь богоматери успения успенский собор кремля и соответственно и божья матерь она как раз всегда тоже поддерживала благословляла и защищала святителей московских вот в этих видениях она тоже являлась вот вместе с ними и град москва начиная вот именно со святителя петра уже возрастает преуспевает и таким образом начинается то что мы называем собиранием земель русских а собиранием вокруг чего вокруг вот центра город москва то есть не надо думать что ну это вот просто вот мы там привязались какому-то месту но если бы господь избрал тверь то значит была бы тверь если бы избрал тобольск то значит тобольск но это просто вот пути промысла божия таковы суды божии и не надо спорить с божиим судом и вот а святители и святые люди и божья матерь благословили град москву и никакого национализма тут нет и быть не может потому что среди святителей московских были и греки например следующий святитель это святитель феогност митрополит московский он ведь был по национальности грек до направлен из константинополя а трудился вот здесь и вел святую жизнь поэтому конечно же он тоже в соборе святителей московских или впоследствии скажем святитель киприан который как раз в сретении владимирской иконы вот он как раз принял образ богоматери он родом болгарин ну какой тут может быть национализм когда господь благословляет все народы лишь бы эти народы были верны господу и вот они собирались в граде москве до под единым началом первосвятителей московских ну и на тот момент великих князей московских и дальше на протяжении всей истории москвы святители московские они были по характеру все очень разные строгие и добрые да вот мягкие снисходительные очень взыскательных ну как священномученик ермоген он был очень строг очень взыскателен а скажем патриарх тихон тихон белавин уже двадцатый век он был очень мягок так вот добр к людям самое главное что те и другие они святы и у каждого свое какое-то дарование и среди них подвижники действительно чудотворцы они никогда не сторонились и государственной жизни когда нужно было поддерживали государей когда нужно было обличали до обличали там бояр это вот семи боярщина которая хотела и наземного правителя но и так далее и в общем это люди для которых родина а не была вот чем-то чужим да вот москва даже греки которые приезжали для них россия становилась вот подлинной уже родины как святитель фоти допустим вот а вот святитель алексии конечно же когда вот вспоминают обычно московские святители только как обычно петр алексии и он кстати первоначально собор московских святителей он состоял только из них трех петр алексии иона а их кстати прославила так в соборе святитель ио в патриарх всероссийский и его потом тоже включили в этот же самый собор так вот святитель алексии это 14 век тоже и представьте себе что какое-то время он даже был ну таким вот негласным правителем российского государства ну великого княжества московского потому что он наставлял и воспитывал маленького еще дмитрия донского тот был отроком возрастал и святитель алексии его опекал а поскольку святитель алексии он был чужд каких-то ну таких мирских честолюбивых планов то это было просто идеальная симфония да когда ты понимаешь что все равно вот князь это дмитрий донской а ты помогаешь и заботишься о россии потому что ты любишь россию и вот святитель алексии он как раз был таковым и он много конечно и ездил противостоял там великому литовскому княжеству и он сподвижник преподобного сергия радонежского и ездил он часто вот в грецию и кстати он перевел евангелие с греческого на славянский язык того времени алексиевской евангелии и мы конечно знаем какое чудо совершил святитель алексии вот почему их праздновали как московских и всея россии чудотворцев потому что они действительно совершали чудеса вспомните когда значит хан зовет и говорит что вот там тайдула она была женой хана узбека а узбек это уже из немножко сменила ситуация он принял ислам он провел такую религиозную реформацию в золотой орде и конечно уже более жестко стали относиться к православным христианам но через какое-то время он умер и вот сын его джанибек приходит к власти и получилось так что тайдула она разболелась какая то вот слепота на нее напала ну и пригласили святителя алексия митрополита московского они считали что он владеет каким-то врачебным ремеслом а он как вот понимает что так вот просто открыть глаза человеку до ослепшему и он молится как раз у мощей святителя петра московского и во время этого молебна зажигается сама собой вот свеча и это было принято как благословение святитель алексий едет и молится там тоже совершает мой молебен водосвятный окропляет святой водой и тайдула прозревает то есть вот почему они московские всея россии чудотворцы вот таков святитель алексии один из защитников один из небесных покровителей града москвы святители московские вынуждены были находиться на острие борьбы зачастую такой вот внешне которая относилась государству общественно-политических вот этих вот брожений и возьмем допустим 15 век это же обостряется ситуация и греки стали нас подводить вот хотели как раз святителя иону будущего святителя выдвинуть митрополиты он приезжает в константинополь а там уже избрали митрополитом грека и сидора и что же получилось вот этот и сидор фактически предал русскую православную церковь потому что став митрополитом он отправился вместе с греками на ферраро флорентийский собор это 1438 39 года и там они заключили унию с римом то есть вошли в единение с католиками признавая некоторые вот вероучительные догматы ложные догматы католичества и представьте себе что вот этот вот митрополит и сидор возвращается в москву ну и конечно же князь его не приняло говорит нам не надо латинской западной веры а ведь константинополь предал и тогда избирают именно святителя иону а константинополь против да то есть понимаете вот идет какое противостояние и в 1448 году именно при святителе ионе митрополите московском наша церковь обретает автокефалию кстати святитель иона был последний из предстоятелей московских которые жили в москве но еще носили титул митрополита киевского всея руси а потом они уже носит титул митрополит московский и всея руси вот ну и вплоть до патриаршества и святитель иона он вот стойко противостоял вот этой вот унии он постоянно но фактически вот там где какая-то вот борьба да он всегда на стороне своего отечества вот допустим нашествие татар 1451 год и уже обступили они град москву и святитель иона ходил по стенам молился обращался к господу к божьей матери о спасении града москвы и вот он видит инока антония из чудового монастыря такого подвижника старца и и говорит вот помолись прошу тебя господу божьей матери чтобы спасен был град москва и тот ему вдруг отвечает будучи прозорливым таким действительно духоносным старцем что вот не беспокойся ибо господь услышал твои молитвы божья матери услышала и град москва будет спасен а только вот я погибну и действительно после этого стрела поражает вот этого монаха антония а потом что-то там в стане у татар произошло и они отступили от города и святитель иона он вот как молитвенник он тоже был причислен клику к собору святителей московских ну и конечно если вот посмотреть то надо понимать что предстоятели церкви они как бы всегда на виду то есть с одной стороны у них такая внутренняя напряженная духовная жизнь молитвенная жизнь поэтому господь по их молитвам чудеса верши с другой стороны они вынуждены погружаться вот в пучины внешнего мира потому что он не может ну митрополиты патриарх потом они не могут спрятаться от мира да иначе что это такое куда мы бежим мы же должны преображать этот мир и вот возьмите самое сложное вроде время 16 век да когда иван грозный а при этом кто у нас тоже святые митрополиты святитель макарий митрополит московский и иван грозный когда пожар охватил москву то он всенародно после этого как бы покаянно обращается к святителю макарию с просьбой чтобы он был наставником да чтобы помогал вот назидал его и святитель макарий действительно очень много сделал за за время своей жизни там и соборы которые прославляли святых угодников и потом при нем как раз организован был труд книгописцев и написаны были жития святых вот собрание уже житий святых при святителе макарий и конечно святитель макарий он благословлял вот ивана грозного на походы вот и его благословением очень успешно был казанский поход как вы знаете когда он успешно состоялся то был построен храм покрова нарву а храм покрова нарву это известный нам собор василия блаженного который как раз вот изначально в построен воздвигнут был в честь вот этой победы потому что расширялась российское царство и да конечно можно по-разному там оценивать время ивана грозного но на самом деле земли российского царства они расширялись и конечно кто-то нам скажет ну вот вы там поддерживать а надо обличать когда цари говорят что-то неправильно так пожалуйста когда нужно их поддерживают и благословляют а когда нужно их обличают возьмите следующего митрополита московского святитель филипп святитель филипп он напрямую обличал ивана грозного ну митрополит макарий он уже не дожил до того времени и потом вот святитель филипп священномученик который из простых монахов был избран в митрополиты до ходатайства за людей и когда действительно ну что-то там у ивана грозного в общем-то странные началось и может быть даже на уровне психики его там не раз травили как какие-то вот пошли такие странные немножко перекосы и святитель филипп он пытался его вразумить он пытался его так сказать вернуть вот на здравое такое душевное русло и в итоге он пострадал за свою правду и прямо в храме с него срывают облачение первосвятителя и в рваной рясе куда-то увозят а он молится и с его ног спадают оковы а потом тогда к нему вот помещение где он находится туда выпускают медведя и потом сам иван грозный идет посмотреть как там жив святитель филипп или не жив но оказывается господь сохраняет своего святого угодника и в конце концов он сослан там в монастыре его так его малюта скуратов сподвижник ивана грозного затем и задушил да то есть понимаем и что святители московские когда нужно когда нужно они действительно изобличали царей правителей они не боялись вот из за это терпели всевозможные страдания муки становились священно мучениками возьмите другой пример это уже конечно священно мученик ермоген а до него еще святитель ив патриарх всероссийский они оба исповедники кстати вот а ив это первый патриарх церкви русской и он изобличал же дмитрия он открыто писал что это какой-то там вот мошенник обманщик что нужно быть конечно законному царю побыть послушными и и ив даже онафиманство лжедмитрий а ведь потом же дмитрий так и пришел в москву так и воцарился пусть ненадолгое время но святитель ив был изгнан в какую-то вот ссылку тоже там умер а тогда уже священномученик ермоген начинает тоже возвышает свой голос и как бы там ни было вот эти препирательства конечно правительство но избран был василий шуйский священномученик ермоген он говорил так вот каков бы ни был там правитель плохой или хороший но все-таки он наш и не надо нам иноземного влияния потому что старались бояре провести кого-то там из поляков да и священномученик ермоген он всячески поддерживал законную власть несмотря на то что вот эта власть она по уровню своей нравственной жизни глубоко уступала святости самого священномученика ермогена и мы видим какой он был стойкий пастырь церкви христовой да вот его в чудовом монастыре заточили там в каком-то сыром подвале сидит его не кормят не поят прохладно а он все равно не сдается он пишет грамоты послания и его усилиями как раз вот начинается вот это всенародное ополчение так что люди поднялись и в конце концов освободили город москву а сам священномученик но он приставился так будучи уморен вот этим голодом и на небесах как исповедник веры христовой вот какие наши патриархи вот какие наши предстоятели их стойкость она просто поражает да и чудотворцы вот и исповедники и на этом и обличают когда нужно да вот бога бойся царя чти когда нужно обличить они обличают то есть не нашего ума это дело пусть этим занимаются архипастыри и вот силой духа таких святителей московских как раз выживает град москва и мы видим среди святых угодников которые составляют собор московских святителей что среди них есть и конечно такие вот серьезные ученые в каком-то смысле кабинетные ученые которые пишут такие фундаментальные труды вот и в то же время они заботятся о пасте например святитель филарет московский филарет дроздов да это девятнадцатый век тоже вот несколько десятилетий он как иерарх служит господу и этот век даже называли век филарета и его уважали императоры да и это там даже просили какие-то документы помогать чтобы он помогал составлять в том числе он помогал составлять вот манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости и его называли действительно мудрым филарет мудрый настолько его уважали а были такие вот скажем просветители да которые посещали дальние народы например святитель инокентий который после филарета стал митрополитом московским это вообще была такая эпоха когда вот конечно упразднили патриаршество но церковь все равно осталась она продолжала жить да и столицу даже на какое-то время ну перенесли из москвы в петербург ну пусть так вот был такой промысл божий но все равно москва она процветала духовно она продолжала держаться и святитель инокентий митрополит московский вот его очень любил простой народ а почему да потому что до этого он просвещал простые народы дальневосточные вон там даже на леутских островах и на аляске то есть северную америку даже затронул свои проповедь ну по сути он был равнопостольный по сути святитель инокентий инокентий вениаминов он как бы в лике равнопостольных святых но так как его потом значит пригласили на московскую кафедру да то вот он тоже включен в лик собора святителей московских и кстати потом тоже такой еще просветитель народов это святитель макарий но не тот который ивана грозного обличал а другой макарий невский макарий невский который просвещал языческие народы алтая вот представьте себе что в девятнадцатом веке все еще оставались такие языческие народы и макарий невский но он тоже из простых таких вот, из крестьян каких-то он происходил, и с детства настолько слабое здоровье, что когда он родился, сразу его крестили, вдруг умрет, а он выжил, потом, значит, он иногда настолько болел, что было трудно до храма дойти, ну куда ему там идти кого-то просвещать, и все-таки у него душа горела вот благовестием, и потом он так вот с котомкой отправился проповедовать, и просвещал народы, живущие на Алтае, и что интересно, что его, ну, в основном его слушали с огромной такой любовью, потому что он с добротой говорил, разговаривал с людьми, потом священный сан принял, а был такой случай, когда один, значит, язычник такой, очень жесткий, строгого нрава, он захотел даже убить святителя Макария Невского, и так получилось, что у этого язычника его сына ужалила ядовитая змея, а тут как раз находился святитель Макарий, и он из этой раны у ребенка он высосал яд, высасывал, выплевывал, и, значит, ребенок не умер, а люди смотрят, думают, ну, наверное, он сам умрет, тоже не умер, Господь сохранил его, и после этого вот этот жестокий язычник, отец ребенка, он тут же вся жестокость от него отошла, да, это вот, конечно, от бесов, всякая такая жестокость, ненависть, дух злобы, и так как здесь дух любви проявился, святого человека, то, ну и, конечно, проявление такого милосердия, что он сам обратился ко Христу, вот какой был проповедник и просветитель народов, и его тоже Господь призвал, ну, его на самом деле Николай II, царь Николай II на кафедру московскую, как митрополита возвел, и вот он был, ну, наверное, царь Николай II хотел, чтобы он просветил хотя бы столицу, понимаете, они ходили, просвещали там другие народы, а тут сама столица, и вот, и тем более Петербург, да, и все эти жители в центральных городах, они начинали погружаться в какое-то атеистическое брожение революционное, и к великому сожалению, конечно, наши святители московские тоже застали вот эту страшную трагедию, и когда февральская революция, то святителя Макария, его свергая, значит, он уже потом окончил жизнь в Николо-Угрежском монастыре, когда уже в наши дни обретали его тело, то оно благухало, то есть благухание мира чувствовалось, вот какие у нас святители. А в революцию что? Был избран святитель Тихон, патриарх московский всея Руси, и представьте себе, что собор вот этот, 1917-18 годов, поместный собор, он ведь проходил как раз во время вот этих всех революционных действий, событий, и понятно, что Тихон, Белавин, он таким образом возводился на личную Голгофу, но он отличался такой добротой и любовью, и великодушием, что ему долгое время как раз удавалось вокруг себя собирать вот и удерживать, ну, разрозненные группы духовенства, потому что его все любили, все уважали, и в конечном итоге, да, вот он умирает, есть такое мнение, что его отравили, и в общем, преемник его, мы упоминаем тех, кто входил в собор, входит в собор московских святителей, Петр Полянский, его преемник, как местоблюститель патриаршего престола, вот он тоже как исповедник, да, представьте, как только его посвятили в епископа, его тут же, значит, в ссылку там требовали, чтобы он отказался от своего служения, а он нет, да, ну, потом, правда, удалось вернуться, какое-то время он трудился, он был помощником святителя Тихона, а потом опять, да, вот это давление и многочисленные вот эти вот допросы, притеснения, он сам писал, что уже пять лет он не видел солнечного света, да, не выходил на свежий воздух, но при этом он молился, молился за людей, молился за народ, святитель Петр Полянский, фамилия его, он был местоблюститель патриаршего престола, он так и не стал патриархом, но он тоже в числе святителей московских и в конечном итоге его расстреляли, понимаете, вот если мы окинем взор наших святителей московских, собор, который составляют вот эти святые, то мы увидим просто вот чудный лик святых, и там фактически представители каждого лика святости, ну, святители, понятно, но там же и преподобные, потому что они из монаха, возьми там, святителя Алексея или самого первого, Петра московского, они преподобные были по жизни, да, или там скажем, святитель Фотий, да, там же, конечно же, и исповедники, там же и мученики, вот новомученический подвиг, насколько просиял, то есть там же и равные апостолам, которые просвещали разные народы, то есть какой лик святости не возьми, ну, конечно, благоверными они не были, но по большому счету, и как благоверные кто, это святые из князей, которые опекают народ, но по большому счету наши святители московские и этот подвиг тоже несли, исполняли, потому что в какие-то трудные времена они заботили в том числе и о народе, то есть как христианские православные правители, ну, негласные правители своего народа, и как вот священномученики Ермогены, тот же вот святитель Алексий, да, и поэтому тут вот что-то мы видим такое необычное в соборе святителей московских, при этом все они верны Божьей Матерь, и Божья Матерь тоже их благословляет, помогает им, и конечно же вот в нынешние времена, когда тоже смутное время, когда множество таких вот, и где-то вот и гражданское противостояние, как мы понимаем, да, то есть когда единый народ вдруг разделяется, начинаются войны, и когда идут вот со стороны западных, иноземных государств такие явные вот попытки как бы ущемить Россию, то мы должны молиться именно святителям московским, а мы должны обращаться к ним, чтобы они помогли нам, защитили нас, благословили нас, потому что от народа может очень много зависеть, вот как тоже во время одного нашествия, это знаете, в 1521 году Махмед Гирей с огромным войском подошел к Москве, и вот одна старица Вознесенского монастыря, она вдруг увидела, видение такое дано, как из Кремля святители московские по поручению Господа и Божьей Матери, потому что Господь и Божьей Матерь были прогневаны на людей, которые, ну, вели себя греховно, в общем, недостойно православному христианину, и вот святители московские, взяв икону Владимирскую, удаляются из города Москвы, и тогда что же, ну, город просто останется без духовного покровительства, ну, и только вот тут являются преподобный Сергий Радонежский, преподобный Варлам Хутонский, это вот два таких духовных заступника ходатай, и они умоляют, умоляют святителей московских вернуться обратно в град Москву, те возвращаются с Владимирской иконы, и, соответственно, потом, конечно, Махмед Гирей тоже удаляется, ну, потрясений там было, конечно, немало, то есть, да, вроде бы гнев отошел Божий от Москвы, но и тоже немало ущерба было от этих вот татар, которые пришли, то есть, понимаете, от нас зависит вот насколько мы сами, да, есть и покров Божией Матери над городом Москвы, есть святые угодницы, святители московские, но как мы сами себя будем вести, то есть вот мы можем просто лишиться благословения, поэтому сейчас особенно надо молиться им, и когда мы едем по городу Москве, когда мы проезжаем мимо Кремля, вообще, когда мы где-то передвигаемся в городе Москве, ну вот есть время, то помолимся, святители московские, молите Бога о нас, не оставьте землю русскую, защитите нас, ну а если не живем мы в Москве, то тем более будем молиться святителям московским, потому что они наши, они наши русские святители, тем более им молиться, ведь Москва – это сердце России. Можно по именам, там, святитель Петр, Алексей, Иона, Филипп, Ермоген, Иов, Тихон, Макарий, Филарет, в общем, каждому из них, и к другим мы не всех, конечно, назвали молиться, обращаться, потому что они ходатые. А это собор, вот как, повторим, как вот столпы, на которых держится вот церковь, да, она, храмовое здание не может, ну просто вот на песке, да, обязательно на каких-то вот столпах держится. Также издание всей русской православной церкви держится на святителях московских. Поэтому от всего сердца помолимся им, чтобы Господь благословил, защитил и укрепил землю русскую, и чтобы град Москва благословением святых преуспевал и возрастал. Святители московские, молите Бога о нас. С праздником, братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...